Всем привет, с вами Яков. Сегодня у нас гайд по сорке в сайте дельсиры через вихри. Прежде чем переходить к билду, я вам предлагаю рассмотреть суть геймплея этого персонажа. Если вы хотите научиться играть за сорку в данном патче, то ваша главная задача научиться делать так, чтобы вихри останавливались на одном месте. В данном видео я вам покажу несколько позиций в места, где проходят бои великих порталов. Но по месту боя вы уже будете сами принимать решение, где и куда ставить вихрь. Я всего лишь показываю пример, как это делается. Суть в чем? Мы бежим, скипаем маленькие группы монстров, даже и средние. Видим, посреди ли карты находится очень удачная позиция, где большое скопление монстров и даже паки. Ищем ориентировочную позицию, которая была показана в данном видео. Это внутренние углы, внешние углы, какие-нибудь анимации, типа рельеф, разломы. Телепортируемся вплотную к стенке и пытаемся прожимать умение вихрь. Если вихрь не стревает, то вы меняете позицию быстренько и попытаетесь сделать то же самое. Если мешает вам монстр, то лучше переместиться в другое место и пытаться его установить заново. Как только вихрь установился на одном месте, вы это заметили, вы начинаете накастовывать, накастовывать, накастовывать дальше это умение. Чтоб вихрь создавалось в одной точке очень большое количество. Чем больше вихрей в одной точке, тем больше урона вы будете выдавать. Далее ставите сразу же купол после того, как вихрь установился. Ну и прожимаете умение энергетический взрыв. Как только умение энергетический взрыв и купол откатились, вы опять их прожимаете и так все делаете подкату. И, конечно же, бесконечно спамить вихрь. Тем временем, ваша группа будет собирать те средние или маленькие кучки монстров, которые вы скипнули, и притягивать к вам в эту самую точку, где стоит вихрь. Это, в принципе, все, что вам надо знать, чтобы успешно играть за сорку в этом патче. Главное, поставить вихрь. Если толпа стоит и вихрей не получается поставить, лучше отойти от нее. Вообще лучше скипнуть ее, если вообще нету дочной позиции. Саппорты могут дотащить. Не дотащат, черт с ним. Найдете другое место, может быть, могут сами придуть. В предыдущих видео за монка саппорта и за ВД саппорта вы как раз таки могли видеть, как ведет себя на поле боя сорка. Она просто стоит в кучке монстров и постоянно-постоянно прожимает свои умения. Энергетический вихрь, купол и энергетический взрыв. К этому усвоится ее основная задача. Все остальное, это как лечить вас, собирать группу монстров. И это все выполняют саппорты. От вас нужен только урон. И умение восстанавливать вихри на одном уроне, то есть в одной точке. Ну а теперь, собственно, предлагаю рассмотреть наш билд и нашу экипировку. Приступим. Мы одеваем на себя полностью комплект дельсиры, состоящий из шести приметов. Это сапоги, штаны, броня, шапка, плечи и перчатки. Что же дает нам вообще этот комплект? При копировании двух предметов мы получаем бонус такого плана. То есть как только мы начинаем атаковать нашим умением энергетический вихрь по монстрам, то наш купол вредного восстановления уменьшается на 2 секунды. А также, находясь вот в этом куполе, мы получаем, то есть сорка, на 50% меньше урона. А остальная наша группа получает на 25% меньше урона. Это бонус за 4 предмета из данного комплекта. Ну и самый последний бонус, это те монстры, которые попадают под купол. Они получают на 2000% больше урона от нашего умения, в данном случае энергетический вихрь. Следующий сет, который мы одеваем, это бесконечный поход. Это кольцо и амулет. Так как мы постоянно будем стоять на месте, то этот сет нам очень-очень будет хорошо помогать. Потому что тогда, когда мы стоим на одном месте, наш урон будет постоянно увеличиваться на 100%. Но когда мы будем скипать группу монстров, которые нам не нужны, как-никак защита наша будет тоже увеличиваться. То есть мы будем получать на 50% меньше урона. Это довольно-таки хорошо. Иногда приходится скипать довольно-таки неприятные кучки, которые могут нам хорошо навешать. И вот эта защита будет как раз-таки не мешать. На пояс мы одеваем голодовской час. Это самый лучший на данный момент пояс для этой сорки. Потому что здесь есть такие хорошие показатели, как скорость атаки и критический урон. Так как нам нужно как можно быстрее кастовать наши вихри, вот здесь есть то, что есть. А именно скорость атаки. Вообще скорость атаки лучше зароливать, где есть возможность. Будут кольца, мечи, перчатки. Ну, конечно, в то же время не надо забывать о таком качестве, как урон по области. Но о нем я расскажу чуть позже. На запястье мы одеваем напульсники Жнеца. Эти напульсники нам помогают восстанавливать наш основной ресурс. Наши магида чешеческую энергию. Так как сфер будет выпадать очень много, сопроты их будут просто выбивать из монстров. То наша энергия практически... Да, не практически, она вообще не будет просаживаться ни на грамм. В левую руку мы берем сферу бездонной пропасти. Что она нам дает? В момент использования умения энергетический взрыв мы будем наносить на 4% больше урона и получать на 15% меньше урона. И этот эффект может суммироваться до 4 раз. В правую руку мы берем меч вихри. Что она нам дает? Наш энергетический вихрь будет наносить, в моем случае, на 129% больше урона за каждый уже существующий вихрь. То есть, чем больше мы будем вихри делать в нашей одной точке, тем будем наносить урона больше. Максимальный показатель этой величины 150%. А у меня меч, я даже не могу его мечом назвать, это какой-то просто уроста. От него практически нет никакого урона. Он есть, но как минимум на 21% урона в даю и меньше. Это только на одном вихре. Собрание стихии, это наше необходимое здесь колечко. Оно будет увеличивать, в моем случае, на 129% урон от тайной магии. Умение Тайфун у нас идет с руны тайной магии. Точнее, с руны, которая наносит урон от тайной магии. Что же мы берем в куб? Вместо оружия мы берем горнила. Это для того, чтобы наноситься на 50% больше урона по пакам и по боссу. В бижутерии мы берем ареал арлисы. Что же нам дает это кольцо? Мы используем умение ледяной доспех. Так вот, использование этого умения позволяет нам получать в ближнем бою меньше урона на 60%. И каждый раз, когда наша сотка будет получать урон равные 10% ее запаса здоровья, то она будет автоматически прокастовывать умение кольцо льда. Если вы посмотрите предыдущее видео, то эта прокастовочка будет проходить чуть ли не каждую секунду. То есть, постоянно у нас будет просадка идти здоровья. И будет создаваться такой микроконтроль. То есть, мы мало того, что дамажим, так еще немножко подконтролим толпу, которая стоит прямо-прямо вот возле нас в ближнем бою. Ну и в броню мы берем запястья древние защитники парты. Герой получает на 12% меньше урона за каждого оглушенного в радиусе 25 метров от него противень. То есть, монстров вокруг нас будет много. Очень практически большая часть из них будет стоять в оглушении. И как следствие, мы будем получать гораздо меньше урона. Теперь давайте рассмотрим наше умение. Первое умение это магическое оружие с руной вытягивания энергии. Это умение нам увеличивает наш урон на 10%. И когда мы поражаем противников, мы сами себе восстанавливаем. Три единицы магической энергии. Умение замедления времени и срубное растяжение времени. Это, по сути, наш купол. Купол нам дает такой бонус неплохой. То скорость атаки монстров, который попадает в этот купол, уменьшается на 20%. Скорость перемещения их уменьшается на 60%. А также снаряды, вот если такие, как стрелы или какие-нибудь фаерболы, которые вылетают в этот купол, то скорость их перемещения уменьшается на 90%. Также скорость всех союзников, включая нас, в этом куполе увеличивается на 10%. Умение телепортации с руной безопасный переход. Ну, это, по сути, есть телепортация. Эта руна нам дает очень классный эффект. То есть, после того, как мы телепортируемся, в течение 5 секунд, мы будем получать на 25% меньше урона. То есть, время рифта, когда мы будем поражать монстров, мало того, что мы будем прожимать наш энергетический вихрь, взрыв и замедление времени, то раз в 5 секунд нам надо также прожимать телепортацию. Потому что, получается, ну вот, как сами видите, на 25% меньше урона. Умение энергетический вихрь. Мы ставим в руну цепная реакция. В данном случае, эта руна является самой лучшей, потому что она нам позволяет произвести прокастовку этого умения трижды. Для чего нам нужно? Это умение нам нужно для того, чтобы запустить нашу сферу, о которой я вам уже рассказывал. То есть, применяя это умение, мы будем сами себе увеличивать урон и, естественно же, защиту. Умение энергетический вихрь, взрывный тайфун. То есть, это наш вихрь. Как только мы ставим один вихрь, он нам дает 1525% урона тайны магии. Как только таких два маленьких вихря сталкиваются, у нас образуется один большой тайфун. Вот это тот самый-самый вихрь, который мы хастуем в одной точке. Он нам дает урон 3200% от оружия. А это очень-очень-очень неплохо. Ну и умение ледяной доспех с руной кристаллизацией. Он дает бонус, как только мы получаем урон на ближнем бою. Также снижает урон от атак ближнего отбоя на 12%. А те монстры, которые начинают нас атаковать в ближнем бою, смерзают на целые 3 секунды. Ну и также этот наш ледяной доспех нам дает возможность запустить, как я уже выше говорил, наше кольцо ареал Орлисы. Теперь, что касается наших пассивных умений. Мы берем пассивочку смелость, что дает нам Чародейка. Носит на 30% больше урона противникам в радиусе 15 метров. Следующая пассивка неизгибаемая воля. То есть, если мы стоим на весе более полутора секунд, то наша броня увеличится на 20%, сопротивление ко всем видам увеличится на 20%, и самый главный урон увеличивается на 10%. Следующая пассивка — это Иллюзионист. Это очень хорошая пассивка, потому что так как мы будем скипать монстров, некоторые довольно-таки сильные и очень быстрые, то в тот момент, когда мы получим урон превышающий 15% от нашего запаса здоровья, то наше умение телепортации будет восстанавливаться мгновенно. То есть, мы телепортировались, пробежали, опять получили урон, который стоит 15% и выше нашего здоровья. И наше умение опять восстанавливается мгновенно, и мы опять телепортируемся. Мало того, как только мы начинаем телепортироваться при приземлении на место, скорость нашего передвижения увеличивается на 30% в течение 3 секунд, а это, в принципе, времени хватит, чтобы убежать от ненужных нам монстров. Следующая пассивка – это жажда энергии. То есть, как только мы будем хилиться за счет сверхздоровья, следующее умение, наш энергетический вихрь, будет бесплатным. А так как сферу наша группа будет подбирать очень много, то мы будем очень много выпускать вихрей, которые вообще не будут требовать затрат от ресурсов. В этом билде нам, в принципе, практически вообще ненужное время восстановления умения. Так что этот показатель мы здесь можем нигде не заруливать. Но вот Blizzard в этом патче 2.4 поправили такой параметр, как урон по области. Что дает нам этот параметр? Этот параметр нам дает с вероятностью 20%. Мы можем нанести, вот в моем случае, 109% урона по противникам в радиусе 10 метров. 10 метров. Где мы можем наролить этот параметр? Этот параметр мы можем наролить вот в нашей сфере. У меня 20% в мече можем, здесь у меня нету. В кольцах можем, у меня здесь тоже его нету. Есть у меня в перчатках и есть у меня на плечах. И все это тело... А, и есть, конечно же, в парагоне. В парагоне мы этот показатель возводим максимальное, естественно, же значение. В данном патче, в данном билде для нашей сорки нам это очень-очень-очень нужно. Как-никак, 109% это немало. Еще раз повторю, что вам надо знать, чтобы успешно играть за сорку. Для начала мы ищем группу монстров, находим нужную позицию, где мы можем установить вихрь, телепортируемся в полотную к стенке, наводим курсор за рамки карты и пытаемся установить вихрь. Если видим, что Ихр уснился, я начинаю прокастовывать, прокастовывать, прокастовывать наши умения. При этом прожимая энергетический взрыв и сразу ставя купол, чтобы получать и бафку уронную, и тем самым дебафать монстров. Все, в это время все саппорты делают свою задачу, делают вам сферы. Вар тянет монстров, ВД вам бафует урон, хил, точнее как хил, монг саппорт тоже вам бафует урон и, конечно же, делает сферы. От вас требуется только урон. Научитесь ставить вихри, поймете, как действует сорка во время боя, и вам будут под силу любые порталы. Ну, конечно же, при наличии определенного парагона. Допустим, с сотым-двухсотым парагоном вы на сотые порталы петендовать я не думаю, что сможете. Тут, конечно же, придется еще и немножко прокачаться. При хорошей экипировке и приобретенном скиле, я думаю, вы его приобретете, посмотрев это видео, вы на восьмисотом-девятисотом парагоне уже сможете не с легкостью, но в принципе закрывать девяносто девятый сотый порталы. На этом гайд по сорке я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, ставьте лайк, советуйте друзьям, подписывайтесь на мой канал на ютубе, комментируйте, делайте ссылкой, а я буду приступать к записи нового гайда. С вами был Яков. Желаю всем удачного фарма и пока! Субтитры сделал DimaTorzok